Добрый вечер, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Актуальный комментарий». Мой сегодняшний гость – протерей Александр Гейкин. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте! Хотел с вами обсудить, на мой взгляд, чудовищную новость, которая к нам пришла из Чебаркуля. Взрослые дети бросили на произвол судьбы своего 70-летнего отца. Они оставили при нем записку. «Петя, мы привезли тебе отца. Мы переехали в другой город. Нас не ищи, отца не привози. Если не нужен, сдай в дом престарелых». Как сообщает информационный источник, оказалось, что мужчина проживал в Верхнем Уфале. Его родные при переезде решили просто передать его пасынку своему Петру, тот самый Петя. Но этот Петр вызвал скорую помощь и от заботы о старике отказался. То есть получается, что мужчина никому не нужен вообще. Но, к сожалению, у нас таких стариков сейчас много. Но с точки зрения закона полиция не нашла состава преступления? Ну да, здесь уголовного или административного преступления, состава преступления нет. Юрист действительно здесь ничего сказать не может. Они разводят руками. Но здесь есть нравственное преступление. Духовная деградация людей. Это очень печальные новости. И они не одиночные. У нас очень много таких брошенных стариков при живых детях. И это каким-то образом даже перекликается с теми новостями, о которых мы говорили, о пенсионной реформе. Что мы, общество, еще не готово к тому, чтобы иметь попечение о своих родителях, о своих дедушках, бабушках. Потому что мы чаще всего становимся членами какого-то общества потребления. Ты можешь производить, должен потреблять. А дальше о тебе кто-то должен заботиться. Кто-то, государство, глава государства, правительство. А ты сам должен что-то делать. Поэтому тот ближний, который рядом с тобой, даже пусть он не твой родственник, он требует твоего участия, требует твоего внимания. И еще страшнее, когда дети не замечают своих родителей. Может быть, эти люди совсем не виноваты. Юридически, да, они не виновны. Потому что их, можно говорить, так воспитали. Но, с другой стороны, ведь каждый родитель пытается вложить в своих детей самое лучшее. Но, к сожалению, мы не слышим или делаем вид, что не слышим. И все время находим какие-то оправдания. Мы переезжаем, у нас нет возможности. Мы ограничены в жилье, мы ограничены в средствах. Но мы не ограничены в молитве. Мы не ограничены в своем активном участии. Поэтому новость очень печальна. И здесь мы говорим, что это две стороны нашего общества современного. Когда юридически, формально все законы соблюдены. И нет состава преступления. Но есть моральная ответственность, есть нравственная ответственность. Сегодня, к сожалению, очень мало говорят о нравственности, о духовно-нравственном состоянии, о формировании личности. В школах, в колледжах, в университетах. Мы занимаемся образованием. Но образование происходит от слова «образ». Образ Божий в человеке. Тот образ, который не позволяет переступить моральную черту, нравственную черту. Но, к сожалению, мы приходим к тому состоянию человека, когда для него нет нравственных ограничений. Вы знаете, часто бывает в жизни, когда родители с детьми перестают общаться. Вот в таком случае ребенок все равно ответственен за своего родителя. Это как крест в его жизни. Вы понимаете, вот есть те фундаментальные заповеди, которых никто никогда не отменит. И даже когда Христу говорили о том, что ты можешь отменить заповеди, или что ты пришел, чтобы их изменить, то Христос сказал, что я не пришел их изменить или отменить, я пришел их исполнить и даже дополнить. Поэтому одна из заповедей, которая нас призывает иметь заботу и почитание своих родителей, она не отменена. И мы дальше должны прочесть те слова, которые там написаны в Священном Писании. Тогда и ты будешь долгоденственен, многолетен, и может иметь многолетнюю жизнь. Потому что таким отношением к родителям мы свою жизнь умоляем, мы ее уменьшаем. Спасибо вам за этот комментарий. Дорогие телезрители, берегите себя и своих близких. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин